Его взгляд снова перешел на тех людей, которые заменяли отца и мать девушки, стоящей с ним. «Знаете», – прошептал он, – «вы вчера поразили меня, сообщив, что они разочаровались во мне и едва меня выносят. Я со страхом встретился с ними после этого вчера вечером и сегодня утром, и однако я не заметил в их обращении со мной никакой разницы с прошлым». «Дорогой друг», – вздохнула Люд, – «гостеприимство в них так же естественно, как дыхание. Но не в этом главная суть. Они искренние в своей сердечности. Как бы сурово ни судили они вас в ваше отсутствие, когда вы являетесь к ним, они с вами по-прежнему мягкие, добры и приветливы. Как только их глаза встречаются с вашими, расположение и любовь светятся в них. Это потому, что вы уж так сотворены. Вас все любят, вас любят все живые существа. С вашим очарованием никто не может бороться, и вы не можете ничего поделать с этим. Да вы даже и не сознаете своего обаяния. Даже теперь, когда я вам говорю, как вы действуете на всех, вы не можете себе этого представить. И то, что вы не сознаете своей силы и не можете поверить ей, вот это-то и является причиной, почему вас все любят. Вы и теперь не верите. Вы качаете головой, но я-то знаю вашу силу, я ваша раба, как и все остальные знают, потому что они тоже ваши рабы. Вот через несколько минут мы присоединимся к ним. Обратите внимание, с какой почти материнской любовью остановятся на вас глаза тети Мильдред. Слушайтесь в оттенке голоса дяди Роберта, когда он скажет, ну что, Крис, как дела, мой мальчик? Посмотрите, как начнет таять миссис Грантли. Буквально таять. Точно роса на солнце. А потом и мистер Бартон. Вы никогда не видели его раньше, но если вы пригласите его выкулить сигару с вами, когда мы все уйдем спать, вы полное ничтожество в его глазах, в глазах человека с состоянием во много миллионов, пользующегося большой властью, человека тупого и глупого, как бык. Он пойдет за вами, как маленькая собачка, как ваша собачка, бегущая у ваших ног. Он не будет сознавать, что с ним творится, но сделает именно то, что я вам говорю. Я это хорошо знаю, Крис. О, я часто наблюдала за вами и любила вас за это. Любила вас за то, что вы так восхитительно, так слепо не замечали собственного обаяния. «Перестаньте, я лопну от тщеславия, слушая вас», – засмеялся он, обнимая ее и прижимая к себе. «Да», – шепнула она. «И вот сейчас, когда вы смеетесь над всем тем, что я вам говорила, ваше «я» или ваша душа, назовите, как хотите, вашу сущность, она вызывает и притягивает к вам всю мою любовь, какая только есть во мне». Люд прижалась к нему и вздохнула точно от усталости. Он нежно прикоснулся губами к ее волосам и крепче сжал ее в своих объятиях. Тетя Мильдред быстро пододвинулась к столу и посмотрела на планшетку. «Пора начинать», – сказала она. «Скоро будет холодно». «Роберт, да где же дети?» «Мы здесь», – отозвалась Люд, освобождаясь из объятий Криса. «Ну, теперь вам придется испытать нервную дрожь», – шепнул со смехом Крис, когда они подходили к столу. Предсказания Люд о том, как будет встречен Крис, с точностью исполнились. Миссис Грантли, болезненная, почти бестелесная, переполненная магнетизмом, потеряла свою холодность и растаяла. Точно, она действительно была росинкой, а он солнцем. Мистер Бартон широко улыбнулся ему навстречу и был необычайно любезен. Тетя Мильдред посмотрела на него с материнской добротой, а дядя Роберт весело и сердечно спросил. «Ну что, Крис, мой мальчик, как ваша верховая поездка?» Тетя Мильдред плотнее закуталась в свою шаль и торопила всех приступить к делу. На столе лежал лист бумаги. На бумаге стояла на трех ножках маленькая треугольная дощечка. Две ножки были снабжены двумя легко вращающимися колесиками. К третьей ножке, помещенной у вершины треугольника, был прикреплен карандаш. «Кто первый?» – спросил дядя Роберт. Несколько мгновений колебания, затем тетя Мильдред положила свою руку на дощечку и сказала. «Кто-нибудь должен же разыграть дурака для увеселения других?» «Храбрая женщина!» – воскликнул ее муж. «Теперь, миссис Гранкли, пускайте в ход вашу силу». «Я?» – спросила миссис Гранкли. «Я ничего не делаю. Сила, или, как вы там соблаговолите ее назвать, находится вне меня так же, как и вне всех вас. И в чем заключается эта сила, я вам не могу сказать. Однако она существует. Она проявляется, я знаю это. И вы, без сомнения, увидите проявление этой силы. Теперь, пожалуйста, будьте спокойны. Миссис Стори, прикоснитесь к дощечке легко, но в то же время достаточно сильно. Не делайте ничего по собственной воле». Тетя Мильдред кивнула и протянула руку к планшетке. Все остальные стали вокруг нее в молчаливом ожидании. Однако ничего не случилось. Минуты проходили, а дощечка оставалась неподвижной. «Терпение», – советовала миссис Грантли. «Главное, не противьтесь тому влиянию, которое вы начнете ощущать в себе. Но в то же время сами ничего не делайте. Об этом позаботится та сила, которая будет действовать через вас. Вы почувствуете приказание сделать то или другое, и против этого не в состоянии будете бороться». «Я бы хотела, чтобы это влияние поспешило проявиться», – сказала тетя Мильдред после пяти минут напрасного ожидания. «Да, немного долго, миссис Стори. Действительно, немного долго», – сказала миссис Грантли, с сожалением. Вдруг рука тети Мильдред задвигалась. На лице ее выразилось удивление, когда она наблюдала за движением своей руки и слышала, как царапает карандаш по бумаге. Это продолжалось минут пять, пока тетя Мильдред не отняла с усилием своей руки и не сказала с нервным смехом. «Я не знаю, сама ли я это делала или нет. Я знаю только, что начинаю нервничать, стоя здесь точно сумасшедшие среди вас и смотря на ваши торжественные лица, обращенные ко мне». «Какие-то каракули, точно курица лапой нацарапала», – сказал дядя Роберт, взглянув на исписанную бумагу. «А решительно ничего нельзя разобрать. Был приговор миссис Грантли. Это даже не похоже на буквы. В сущности, работа той силы, которую мы ждем, еще не началась. Попробуйте вы, мистер Бартон». Мистер Бартон торжественно выступил, положил руку на дощечку и целых десять минут стоял неподвижно. Точно статуя, точно холодное олицетворение коммерческого века. Лицо дяди Роберта начало подергиваться. Губы его кривились. Он кусал их, подавляя какие-то звуки в глубине горла, наконец фыркнул, потерял власть над собой и разразился громким смехом. Все присоединились к его веселью, включая и миссис Грантли. Мистер Бартон смеялся со всеми, но был немного задет. «Ну, теперь попробуйте вы, Стори», – сказал он. Дядя Роберт, все еще смеясь, понукаемый Люд и женой, протянул руку. Вдруг он сделался серьезным. Его рука начала быстро двигаться, и карандаш, царапая, скользил по бумаге. «Вот так штука», – пробормотал он. «Это необыкновенно, посмотрите. Это не я делаю, я твердо знаю, что это не я. Посмотрите, как бегает рука, посмотрите на нее». «Ну, Роберт, опять твои фокусы», – сказала жена с упреком. «Я говорю тебе, что ничего не делаю», – возразил он с негодованием. «Какая-то сила водит моей рукой. Спроси миссис Грантли. Скажи ей, чтобы она остановила это влияние, если вы хотите, чтобы все кончилось». «Я не могу остановиться». «И посмотрите, какие рощерки. Никогда в жизни не писал я с такими рощерками». «Постарайтесь быть серьезным», – предупредила миссис Грантли. «Атмосфера легкомыслия мешает правильной работе планшетки». «Ну, довольно», – сказал дядя Роберт, снимая руку с дощечки. Он наклонился и поправил очки. «Конечно, это письмо. И написанное почерком лучшим, чем у каждого из вас. Люд, прочти, у тебя молодые глаза». «О, какие рощерки!» – воскликнула Люд, взглянув на бумагу. «И посмотрите, здесь два различных почерка». Она начала читать. «Это первое поучение. Сосредоточь все внимание на следующей сентенции. Я дух положительный, а ни в каком случае не отрицательный. Поэтому думай всегда о положительной любви. Выше всего любовь, и она даст тебе мир и гармонию. Твоя душа». А тут начинается другой почерк. И вот что написано. «Бульфорг – 96». «Дикси – 16». «Золотой якорь – 65». «Золотая гора – 13». «Джинн Бутлер – 70». «Джембо – 75». «Полярная звезда – 42». «Браунхот – 16». «Железная гора – 3». «Железная гора стоит довольно низко», – прошептал Бартон. «Роберт, это опять твои штуки», – с упреком сказала тетя Мильдред. «Нет, я тут ни при чем», – оправдывался дядя Роберт. «Я только прочитал биржевой бюллетень. Но каким чертом, прошу прощения, эти цифры попали на бумагу, я не знаю». «Это ваше подсознательное «я», – сказал Крис. «Вы прочитали биржевой бюллетень в сегодняшних газетах?» «Нет, сегодня я не читал. На прошлой неделе я бегло взглянул на него». «День или год для подсознательного «я» безразлично», – сказала миссис Грантли. «Подсознательное «я» никогда не забывает. Но я не могу сказать, что это действительно подсознательное «я». Я пока отказываюсь объяснить происхождение этого послания». «Ну а что вы скажете о первых фразах?» – спросил дядя Роберт. «Это нечто вроде христианского поучения». «Или Теосовского», – многозначительно сказала тетя Мильдред. «Послание для какого-нибудь неофита». Примечание. Неофит. «Новообращенный». Конец примечания. «Ну, продолжайте читать остальное», – решительно распорядился ее муж. «Это приводит тебя в соприкосновение с высшими духами», – читала Люд. «Ты должна стать одной из нас, и твое имя будет Ария. И ты будешь победитель двадцать, власть двенадцать, гора Колумбия восемнадцать, и это все. Ах, нет, здесь еще рощерк». «Ария из Кондора». «Ну, как вы объясните эту Теосовскую штуку на базисе подсознательного я, Крис?» – вызывающе спросил дядя Роберт. «Крис пожал плечами. Не знаю, у меня нет никаких объяснений. Вы, должно быть, получили послание, которое направлялось кому-нибудь другому». «Линии перепутались, а?» – шутил дядя Роберт. «Я бы назвал это мультипликатор духовного беспроволочного телеграфа». Примечание Мультипликатор в физике – особо чувствительный гальванометр с несколькими оборотами проволоки для прохождения токов, действующих на магнитную стрелку. Конец примечания «Какие все глупости?» – сказала миссис Грантли. «Я никогда не думала, что планшетка может так вести себя. Какие-то влияния вредят ее работе. Я чувствовала это с самого начала. Может быть, это потому, что вы позволяете себе слишком много шуток. Вы чересчур веселы». «Некоторая серьезность необходима в данном случае», – согласился Крис, кладя свою руку на дощечку. «Позвольте мне попробовать». «И пусть никто не смеется и не позволяет себе никаких шуток. А если вы рискнете фыркнуть хоть раз, дядя Роберт, то вас может постигнуть, уж я и не знаю, какое оккультное мщение». «Я буду смирнеханек», – сказал дядя Роберт. «Ну, а если мне захочется фыркнуть, могу я потихонечку уйти?» Крис кивнул. Без всяких предварительных колебаний, едва только рука Криса коснулась дощечки, планшетка стала двигаться быстро и равномерно по бумаге. «Посмотри на него», – шепнула Люд своей тетке, – «как он бледен». Крис посмотрел на Люд, услышал ее шепот. Она замолчала и водворилось общее молчание. Слышно было только царапание карандаша по бумаге. И вдруг, словно что-то ужалило Криса, он отдернул руку. Со вздохом, зевая, он отошел от стола и смотрел на всех точно человек, только что проснувшийся. «Кажется, я написал что-то», – сказал он. «Да, вы действительно написали», – подтвердила миссис Грантли, довольным тоном поднимая лист бумаги и вглядываясь в него. Субтитры создавал DimaTorzok